Приветствую вас, и в отличие от своего коллеги, я не считаю, что слова здесь у мужчины расходятся с делом. В действительности человек говорит так же, как он и поступает. То есть, он говорит вам слова комплименты, он говорит, что вы действительно для него привлекательны, что вы красивы, но он ведь не обещал вам, что будет, например, за вами ухаживать, за вас платить, вас содержать, на вас тратиться и так далее. Ничего этого он не обещал. А если мужчине говорит женщине красивые слова, то это всего лишь слова, и не более того. То есть, он, высказывая вам свою симпатию, совершенно спокойно считает, что этого вполне достаточно для чего? Для того уровня отношений, которые у вас сейчас есть. Этот уровень отношений никак нельзя назвать искренним, никак нельзя назвать взаимным, ну и так далее. Мужчина считает, что он встречается с вами просто без особых обязательств. Так, это можно назвать. И тот факт, что вы воспринимаете его поведение, его постуки, его отношения к вам, и вообще сам факт наличия отношений, серьезно? Это как бы ваша особенность восприятия. Да, я понимаю, вы хотите быть мужчиной, вы хотите мужского внимания, вы не хотите быть одна, я это очень хорошо понимаю. Но, и вы поймите, что в данном случае вы как бы дорисовываете себе то, чего нет. Основываясь на словах мужчины, вы почему-то рассчитываете, что он будет также относиться к вам и на деле. Но слова относились к вам и словам. И если нет прямого расхождения между тем, что мужчина вам обещает, например, то он может сказать, вот я, скажем, заплачу за тебя таксисту. Вот он обещает, вы рассчитываете, и он этого не делает. Это да, это прямое расхождение слов и дел. И я понимаю, что в этой ситуации вы действительно чувствуете себя обиженной, брошенной, обманутой и так далее. Я также понимаю и то, что подобное отношение, когда мужчина говорит вам хорошие, красивые, ласковые слова, также для вас означает, что мужчина готов делать что-то больше, чем просто говорить. Но тем не менее, это ваше ожидание. А у человека совсем другие представления о том, как должны развиваться отношения между мужчиной и женщиной, как они вообще должны строиться и кто, что и сколько должен делать друг для друга. Исходя из этого, можно сделать следующий и несложный вывод, что вас не устраивает, конечно же, то, что происходит сейчас. Вас не устраивает такое пренебрежительное, негативное отношение мужчины к вам. И вы спрашиваете о том, как вам поступить. Но решение-то принимать только вам. Мы не можем давать вам совет. Это было бы непрофессионально. Мы можем показать вам ситуацию, открыть ее, обратить внимание на некоторые детали. Вот, например, я обратил внимание на то, что мужчина вам вроде бы как ничего не обещал. И сначала, и вы его комплименты рассматривали как предварительное явление, а пели с какими-то поступками. Это ваше право так считать. Но у мужчины другое мнение. И он поступает именно в соответствии со своими представлениями о том, как ему следует себя вести. И вам не нравится. Вам не нравится. Значит, возникает справедливый вопрос. А ради чего терпеть то, что не нравится? И если что-то, ради чего стоит все это терпеть? Он вам подушает от мужчины? Вы испытываете от него серьезные чувства? Может быть, у него есть какие-то другие плюсы, достоинства, ради которых вы могли бы потерпеть вот такое отношение к себе? Если да, то решат вам. Если в вашем восприятии какие-то его положительные моменты перевешивают все отрицательные, то будьте с ним. Но отдавайте себя шерсть в том, со что вы с ним, что вы в нем цените и не требуйте от него измениться. Потому что это будет уже другой человек, не тот, с которым вы начали встречаться. Ну, а если вы считаете, что его минусы явно перевешивают плюсы, то тогда ни секунды лишней не тратьте на него. Будете больше пребывать куда-то в чаровании и сильнее чувствовать себя брошенной, обманутой и покинутой. А этого совершенно не нужно, потому что терпя негативное, недостойное в вас отношение и поведение, вы также губительно влияете на свою самооценку, на гордость, на самолюбие и так далее. А это все не скажется положительно на вашей дальнейшей жизни и на ваших дальнейших успехах. А что касается же мужчины, то он не изменится. Он будет также обращаться с женщинами до всех, пока-либо кто-то не зацепит его по-настоящему, то есть до сих пор, пока он не влюбится в кого-то без памяти и не захочет делать для нее вообще все, что мост. Либо пока не отознает, что подобное поведение деструктивно влияет на отношения с противоположным полом, а решает, что делать только вам, так как это ваша жизнь. И раз это ваша жизнь, то вам нести ответственность за нее. Не нам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен и сделайте его лучше. Продолжение следует...